друзья всем привет наконец-то мы опять выбрались на рыбалку у нас заканчивается первая неделя сентября она не совсем первая потому что 1 сентября было у нас воскресенье вот поэтому получается как бы 2 но по сути 1 ветерок у нас стоит мы опять приехали на то же место на северском донце приехал я вечером уже вот два спиннинга забросил сейчас фонарик возьму еще второй повесил я фонарики вам позже покажу купил я вот два спиннинга пока только закинул сейчас буду дальше закидываться но ветерок стоит не знаю будет что-то клевать или нет он по крайней мере переночую мне будет ничего клевать спать лягу как-то вот так а так на то же место я приехал за калитвенской ну да будем надеяться что хотя бы утром что-нибудь поймается друзья мои ну будем дальше забрасываться а там посмотрим будем забрасывать сейчас разматывая спиннинг найти такая пружина с ложкой карповичок кстати карповичок покупал я еще этот луганске кстати в том магазине который вот это где разрушенный секонд-хенд в подвальчике он был ну дай бог начали ремонтировать наконец-то этот полу разрушенное здание может и рыболовный магазинчик там еще появится дай бог но это не точно стандартная моя система два крючка каша у нас шонная по моему с пшеничной из прикормкой ну и ванилинки добавил надо ее чуть-чуть перемешать эти не совсем хорошо лепится пока глухо вот забросил тишина аудиокнижку сижу слушаю из серии и игра кота проковьева но из этой же вселенной про виртуальные миры будущего виртуальные игр с погружением полным здесь кстати хочу хорошо к литвинке 6 из 4g ловит поэтому здесь не скучно в этом плане ну и кстати довольно таки много друзья моим машин проехала я только заехал и следом буквально за мной проехала две или три машины правда одна машина назад поехала по моему короче катаются там вдалеке разговоры слышны и здесь я ехал получается перед моим местом вот тут две машины стояла ну в общем люди ездят потому что но сентябрь обычно уже лечь прету вовсю кстати воды побольше ну и честно говоря волна идет по реке ветер за разой ночью ну правда днем где-то 7 метров в секунду а ночью в районе трех ну будем пробовать жмых наверное не буду ставить буду ставить только с наживкой такие эти потому что что-то со жмыхом не не везет на ветерок немножко сдувает этот карповичок этот я брал в том подвале не знаю в году в двенадцатом наверное или в одиннадцатом но успел половить мы с другом тогда ездили частенько на рыбалку знаете куда выше поставок и счастье с подмотаем ну там прям гулять где-то вдалеке там музыка прямо вовсю короче за постом а и получается выше плотины в счастье мы ездили со стороны счастья там ну там сейчас все заминировано туда не проедешь он мой конь стоит вот видите какая лампочка сейчас сбоку подойдем вроде 12 ампер часов ну на самом деле конечно не 12 не знаю сколько ног не можно пауэрбанк подключать и у него там есть другой стороны фотоэлемент ну это конечно чисто символически у светит довольно таки неплохо сейчас потушу покажу вам режима так вот сейчас я полностью выключил вот это такой белый свет желтый желтый с белым то есть вот это максимальный за какой-то самый слабенький и вот еще мигалка как у полиции ну мы сейчас на максимум включим пока посмотрим заодно насколько хватит сейчас у нас пол восьмого мы будем дальше забрасываться друзья там поставим палатку покушать конечно взял я там в общем посмотрим нет будем спать отдыхать ветерок конечно дует знатный но вроде сейчас немножко послабее стал но друзья мои гляньте кто-то на кораблик ловит гляньте плавает вот в следующем году хочу тоже купить прикольная конечно штука интересно как он по ветру работает все-таки решил один жмых я поставить ну кстати ветерок все-таки волны небольшие идут но все-таки потише стало поспокойнее так что не все так плохо но это не гарантирует нам клёво что друзья мы забросились слушаем аудиокнигу пока что тишина вот у меня лежат спальные мешки и палатка сейчас будем здесь вот устанавливать не знаю будет она клевать или нет пока что тихо но я надеюсь что хотя бы может что нибудь под утро проскочит а это кстати то же место где мы здесь как-то весной жарили шашлычки повезло что я приехал она опять свободная пойдемте наверх поднимемся покажу здесь вот дорога прямо идет здесь тоже вот можно машину поставить я вниз съезжаю вообще вот тут машину можно 1 даже 2 или 3 поставить принципе много здесь поле идет там вдалеке калитвинка и храм он вышка светится так звездное небо не знаю видно что-то будет или нет наверное вряд ли вот там дальше тоже поселочки идут он где-то видите вдалеке свет светится рыбаки есть периодически закидывают шумят эти какой здесь дерево тополя тополь большой белый под ним хорошо прятаться от дождя от непогоды а здесь вот такое вот место внизу ну я он туда вниз заезжаю с горочки поставил я палатку сегодня еще калимат правда не сильно толстой спиночки взял постелил думаю будет помягче ну что пока у нас тишина уже 9 часов 15 минут сейчас будем перезабрасываться наверно пойдем пару часиков полежим там потом не знаю засну не засну встану проснусь если поклевок не будет перри заброшу вдруг говорит что ночью пока тишина что типа клюет только под утро ну дай-то бог потому что недавно вот я ездил еще в августе в конце вообще клево небо вот на кленовом только это через раз один вроде раз ничего другой не очень-то хорошо так что тут у нас машины все таки долбит но это печалька но может все таки сейчас уже попозже сейчас пучок побольше повесим он друзьям и на нажму их первый раз в жизни поклёвочка утягивает кто-то клюнул сошел на сошел ну или нет или не сошел пошел гулять у у у она она Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ладно, буду паковать его... Друзья мои, поводочки, видите, коротенький, взялся на два... Один крючок он, гляньте, даже частично разогнул... Да, сейчас будем перевязывать... Видите, жмых, оказывается, все-таки работает... Еще одного такого, и можно тому и ехать... Вот мои друзья и прошлогодний жмых... Короче, поставил я самые большие крючки, какие у меня есть... Вот, жмых, он только малиновый остался... Ну, видите, такая снасточка с клипсой... Это здесь я увидел такую... Здесь вот узелочек такой... Вот так вот... Цепляешь, а эту протаскиваешь... Да, теперь понимаешь, что под такую машину крючки, конечно, надо ставить больше... Так, тату шнур нормальный, у меня и катушка... И спиннинг мощный... Это вот катушка с Алиэкспресса жесткая... Желтая, жесткая, говорю... Желтая катушка с Алиэкспресса за 750 рублей... Шеститысячная... Ну, вполне, вполне... А у нас такие были по полторы... Ну, сейчас, наверное, подорожало... Я ее весной или зимой брал... Вот... Неплохая катушка за эти деньги... Вполне... И, видите, такую машину, в принципе, вытащила... Да, перевязвал... Сейчас мы сюда что-нибудь повесим... Да, надо будет жмыха купить... Так, что у меня тут... Ну, давайте, вот... Кукурузка есть... Воздушное тесто... Кукурузка... Причем вот это я его, как друзья мои, забросил... В 9 часов вечера... Вот так вот он и стоял... Хотя вот этот жмых, он довольно-таки быстро... Расстает... Я даже не думал... Спал... И, короче, слышу такой прям паровоз... Трр-трр-трр-трр-трр-трр-трр-трр-трр-трр-трр... Думаю, че бежать, че... Че камеру одевать... Че не одевать... Ну, а я спал... Реально... Вот такие коротенькие поводочки мне посоветовали делать... Чтоб вообще короткие-короткие были... Я раньше длинные делал, у меня вообще никакой нифига не получалось. А вот видите, хотя, друзья мои, это может и дело случая на самом деле. Не знаю, сейчас, наверное, еще одну поджмых переделаю. Хотя есть ли смысл? Ну тут, кстати, вот где-то я вот предыдущие рыбаки смотрел, тоже жмых лежал. И такая для пелеса тоже штука лежала. И мужик вот это корабликом ловит. Ну, корабликом не обязательно. Такого на кораблик можно много. И вот он у меня вот так вот стоит на подставочке. И ход большой. А вот другой вытащил, вы знаете, зараза. Бубырь червя пообжирал. Это, конечно, нехорошо. Вроде и глубоко, откуда он здесь, собака. 5 часов утра. Ветерок есть, но не такой сильный. Ой, прохладненько. Рыбка вон плещется. Сейчас будем перезабрасываться. И назад залезем, потому что холодно. По прогнозу 12 градусов. Не знаю, но пара вроде, по крайней мере, хотя бы не идет. Рыбаки тоже слышно. Кто-то вон пешком на рыбалку пошел. Солнышко потихонечку, видите, начинает вставать. Сейчас 5 часов, да, повторяюсь. Ну, а так больше тихо было. Никаких поклевок, ничего не было. Не видимо, пока солнце не взойдет, ничего не будет. Ну, сейчас уж мы их трогать не будем, перекинем пружины. Вот такой наш утренний лагерь. Солнышко потихоньку сходит. Ветер еще не сильный. Прохладненько. Перезакинул я спиннинги. Мужиков не слышно, что перекидывали. Походу все по машинам попрятались. В тепле сидят. Фонарик, кстати, неплохой. Мне понравился. Неплохо светит. Конь наш стоит. Это палаточка наша. Вон спальные мешки. Там телефон. Все остальное лежит. Собирался, собирался. Вроде все пособирал. Только забыл крепление для камеры. В результате снимаю на старую камеру. А эту только в руках. Забыл от нее переходник специальный. Ну, здесь стоит пока тишина. Хорошее здесь место. Много места. Здесь можно отдыхать. Ну, конечно, прохладненько. Товарищи. Сейчас полезу, наверное, еще пока поваляюсь. Ну, тервяк, зараза, обжирает. Вот это мне не нравится. Хоть ночью, хоть это бубырь. Хотя и глубоко. Ну, вот так вот. Но рыбка плещется вон вдалеке. Кстати, не знаю, будет видно или нет. Сейчас покажу фонарь, как светит. Ночью что-то не додумался. А, уже не видно. Ладно, друзья мои, пойду погреюсь. Не знаю, клев будет или нет, но уже мы не с пустыми руками. Шесть часов утра. Взошло солнышко где-то вон далеке. Видно, донки забрасывает. В тенечке прохладно. У нас солнышко уже полегче начинает пригревать. Что там порт? Ой, будем выключать свет. Что тут, не пойму, подергивает здесь у меня, что ли? Или у соседа? Вдалеке, не пойму, кружки, что ли, на Сазана стоят. Видите? Друзья мои, первая утренняя поклевка. Слабенькая, слабенькая. Пол седьмого. Что-то, короче, рыба. Не спешит ловиться. Кто-то дергается. Там подлещик или карасик? Подлещик. Ну, или густерка. Опа! Крючочки небольшие. Поэтому возьмем в подсадчик его. Вот видите, первая поклевка небольшой такой. Да, густерка. Причем самое, что интересно, самое, что интересно, что клевало еле-еле. Не дает мне проживать рыба. Завтракаю. Поклевочка. Кто-то сидит. Ну, что-то покрупнее вроде. Сопротивляется. Не настолько крупная, сколько бойкая. Да, не такой же. Приблизительно, как и был. Ну, хоть что-то начало проклевывать. А может, просто в жмых бьет. Надо, наверное, перезакинуть сейчас, по крайней мере. То, что у нас на пружину стоит. Не знаю. Посмотрим. Может, уже все пообжирало. Вот она висит, видите? На воздушное тесто взялось. Так, друзья мои. Первая какая-то на что-то похожая лещовая или какая-то поклевка. Это у нас уже почти 8 часов утра. до этого была все тишина. До этого было все тишина. Сейчас уже маман позвонил и разговаривал с ней. Я говорю, ничего не клюет. У соседей тоже тишина. Вон, видите, только хищник гоняет. Больше ничего. Что-то сидит. Ну, вот не знаю, подлещик или карась. Повел, повел. Подлещик. Неплохой. Слушайте, может, сейчас попозже пойдет клевать. Давно я таких не видел, друзья мои. Опа. Мне очень удобно здесь с длинным пацаком. Ну, это уже неплохой. Сто лет таких я не видел. О, в этом году первый такой взялся на червячка. А червячков у меня нет. Да не, он если пойдет, клевать, то он, в принципе, я думаю, на опарика будет клевать. Мы потихонечку собираемся. А там, видите, по полям, по полям синий трактор едет к нам. Едет, не пойму, там бурьян, походу, убирает. Какие-то интересные у него приспособы такие. Или деревья подрезает. А, ну, сейчас посмотрим, аж интересно стало. Да. А, как-то едет землю баранит рыхлит. Ох ты, интересно, я такой штуки еще не видел. Дорогие мои друзья, ну что, я собираюсь уже по полной. Сейчас буду упаковываться. Сейчас достанем с вами рыбку. Да, не было. Утром не было. Утром было. Не было. Утром не было нормального клева. Было несколько сходов. Ну, что-то некрупное. Какие-то или коряжки там. Или что-то такое непонятное. Две густерки попались. Ну, а так, конечно, основной наш трофей на сегодня вот этот вот красавчик. Несем его наверх, чтобы он нам садок не порвал. Будут вкусные стейки. Интересно, сколько же он, друзья мои, весит? Ну, я думаю, что больше пятерочки должен быть. Ну, конечно, выводился он довольно-таки несложно. И вы знаете, был такой момент, я думал, что он сошел. А он просто к берегу пошел. А он, говорю, когда, конечно, возле берега увидел, я понял, какой он красивый. Ладно, друзья мои, будем заканчивать видео. Ветер поднялся. Все, клева уже нету. Клев, так и видите, какой-то непонятный. Горит день, лещ ловится. День не ловится. Ну, нам, в принципе, видите, с сазанчиком повезло. Не хотел ловить сегодня наш моих. Но один закинул, видите, и он сработал. Все, друзья мои, как всегда, всем мирного неба, крепкого здоровья. До новых встреч, до новых видео. Давайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok